К 65-летию Кирова в городе хотят разработать и создать систему праздничной подсветки. А вот где ее установить? Решение этого вопроса власти решили доверить кировчанам. С идеей выступил в Рео губернатор Александр Соколов. Установкой праздничной подсветки займется компания Россети Центр. Всего к юбилею Кирова планируют благоустроить 83 общественные и 72 дворовые территории. А пока мы решили спросить у кировчан, какие объекты в Кирове нуждаются в праздничной подсветке. Лидером интернет-опроса стал Александровский сад. Ему отдали свое предпочтение 20% респондентов. На втором месте театральная площадь и набережная Грина обе территории набрали равное количество голосов по 18%. Замыкая тройку лидеров с результатом в 16% в парк имени Кирова. А вот каким территориям отдают предпочтение прохожие на улице узнаем из рубрики «Мобильный корреспондент». Можно сделать в парке Гагарина, допустим, телевышку можно осветить как-то интересно, красиво. Тоже будет здорово. Потому что я знаю, что в больших городах так делают. Вот здесь вот на Спасской красиво, тоже ведь все сверкает. Театральная, Спасская площадь, Театральная, Филомония. Александрский парк, иллюминация на деревьях. Я знаю, что такие вот светодиодные лампы, это очень красиво. Было бы здорово. Ну хотя бы вот на этой улице, на прогулочной. Спаская. Да, на Спасской, на театральной. Площади. Да, на театральной площади. На Аятске. Так, неожиданный ответ, почему там? Там живу, потому что. А где именно там, на набережной? Да. А где-то еще может быть? Веснаверска. Ну, конечно, на театральной площади в первую очередь. Но здесь, естественно... На Спасской. Да, на Спасской, на вот такие вот места старые, как говорят, старые вот улочки. В Кирове. Центр этот вот. Ну, Филейка, например. Юго-запад. И Филейка первая на ум приходит, это набережная, а юго-запад, наверное, Кочуровский парк, да? Да, да. Набережная северная была бы классно. Скорее всего, еще, наверное, у цирка, потому что там инфраструктура чуть-чуть страдает. И хотелось бы облагородить чуть-чуть территорию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!